МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. И все-таки спалились. Кто поджег Самарский дом печати? Первая ласточка. Наш корреспондент протестировал новый экспресс Самара-Саратов. Сила разума. Авиационный лицей вошел в список лучших школ России. Пожар в Самарском доме печати по-прежнему в центре внимания. На четвертый день после ЧП руководство областного МЧС выступило с официальным заявлением. Некогда крупнейшую типографию региона подожгли. Результаты экспертизы уже переданы в полицию. Павел Баймаков расскажет новые подробности. 11 октября. Проспект Карла Маркса в Самаре. Около шести вечера из окон здания дома печати повалил дым и начали вырываться языки пламени. Спустя четыре дня после ЧП выяснилось, огонь одновременно вспыхнул сразу в нескольких местах. Пожар возник в четырех разных местах данного здания. Очевидцами было подтверждено, что наблюдались непосредственно перед возгоранием нахождение посторонних лиц. Данные факты позволили сделать вывод. Я этот вывод утвердил. Пожар возник в результате поджога. Эксперты нашли следы горючей жидкости. Какой именно, пока выясняют. Некогда крупнейшая типография по Волжье изрядно пострадала. Самарский дом печати, построенный в 60-е, из государственной собственности вывели 10 лет назад, что не раз оспаривалось в арбитраже. Перманентная судебная война привела к тому, что здание, де-факто оказавшееся без хозяина, пришло в упадок. Заброшенную типографию никто не охранял. Спасателей вызвали очевидцы. Уже через 9 минут после вызова вот к этому зданию на проспекте Карла Маркса прибыли первые пожарные расчеты. После трех часов непрерывной работы пожар здесь был локализован. А значит, как говорят в МЧС, огонь не мог распространиться дальше. Вдруг спасатели заметили, как пламя вырывается из окон уже другого крыла дома печати. Здесь находился пятый очаг возгорания общей площадью 150 квадратных метров. Получается, пока пожарные тушили с одной стороны, злоумышленники вновь поджигали с другой. Полиции с выводами не торопятся. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время по факту пожара в Самарском доме печати сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка в порядке 144-145 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время по данному факту задержанных и подозреваемых нет. С огнем в Самарском доме печати боролись более сотни пожарных. Привлечено было свыше 50 спецмашин. Воду подвозили в бойлерах. Ее по предварительным подсчетам было потрачено почти 3000 тонн. Сейчас здание по-прежнему стоит без охраны, а близлежащие тротуары радуют разве что любителей йоги. Пешеходные дорожки усыпаны битым стеклом. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. В Самару прилетела «Ласточка». Скоростной электропоезд, он в два раза быстрее обычного, протестировали по маршруту Самара-Саратов. Пока «Ласточки» свили гнезда только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Не исключено, что они осядут и на Средней Волге. Первыми пассажирами на новом маршруте стала съемочная группа нашего телеканала. Марина Кравцова впечатлилась полетом по железной дороге. В Самару эта «Ласточка» прилетела из Санкт-Петербурга. Как и положено осенью, птица быстрого полета отправится на юг, в Саратов. В первой поездке предстоит проверить, как она будет вести себя на довольно извилистом пути. Младшая сестра Сапсана удивляет высокими технологиями, делится машинист Олег Богданов. Чтобы освоить технику управления, он прошел специальные курсы у немецких специалистов. Кабина «Ласточки» как центр управления полетами. «Этот поезд очень умный. Он может ездить как на автоведении, на круиз-контроле, как обычная машина может задать ему скорость, и он будет ее скорость поддерживать. Что в тяге поддерживать скорость, что в торможении». Внутри вагона даже привычного стука колес не слышно. Первое впечатление – «Ласточка» буквально взлетает. Движение поезд начинает плавно и практически бесшумно. Комфортно обещает быть вся поездка. В салоне установлены мягкие удобные кресла. Но главное удовольствие от пути – прекрасный вид на волжскую природу через огромное панорамное окно. За хорошую погоду в вагонах отвечает система климат-контроля. Но главное достоинство «Экспресса» – его скорость. Она может достигать 160 км в час. К тому же не надо менять локомотив в Сызрани, что занимает обычно 40 минут. В итоге в Саратов «Ласточка» прилетает за 5,5 часов. На 3 часа быстрее, чем самый скорый из имеющихся поездов. Саратовцы запуска «Экспресса» очень ждут. В Самару ездят довольно часто и лишнее время тратить на дорогу не хотят. Я ездил к сыну в Самару. 6 часов за рулем. Лучше 5 часов в поезде, конечно. Я ездил на Самару. Все-таки ночью ехать с Красной – это лучше. Мне Самара вообще понравилась. Это большой, очень чистый город, очень большие дороги. Вообще я люблю Самару. Мне нравится. Она очень чистая и очень хорошая город. И люди там хорошие. Это нужная вещь, очень интересная. Самое главное, чтобы вам проект удался. «Ласточка» действительно не похожа на привычные поезда. К примеру, чтобы попасть в вагон, не нужно ждать, пока двери откроются. Все решается одним нажатием на кнопку. Новый состав должен стать частью программы «Гивной экспресс» на Куйбышевской железной дороге. Развиваются мультимодальные перевозки. То есть пассажир, обратившись в кассу, в железнодорожную кассу, сможет купить одновременно железнодорожный билет на поезд и талон на автобус по установленному маршруту. Это достаточно интересная программа. Все для удобства пассажира. Приживется ли «Ласточка» в Самаре, покажут результаты и дальнейших испытаний. В планах пусти «Гивной экспресс» еще до Саранска и до Уфы. Марина Кравцова, Артем Слайманов, События. Подробности о самарском путешествии «Ласточки» смотрите в специальном репортаже в субботу на нашем телеканале. Двухкомнатную квартиру и 30 тысяч рублей ежемесячной прибавки к зарплате получит победитель конкурса «Учитель года» Сергей Кочерешко. Деньги выделят из резервного фонда губернатора. Ранее за победу в областном этапе конкурса Кочерешко презентовали машину «Лада Калина». Сложно ли было одержать победу и в чем секрет успеха самарских педагогов «Учитель истории и общества знаний гимназии номер один» обсудил на встрече с главой региона. Конкуренция была большой. Заявки на участие подали 49 тысяч педагогов. В финал прошли только пять. Сергей Кочерешко – один из самых молодых участников. Главную педагогическую награду страны он получил в 25 лет. «Если бы не поддержка региональных властей, я бы вряд ли добился таких высоких результатов», признается Сергей Кочерешко. «Три года подряд то, что выходит представитель «Учитель Самарской» из Самарской области в пятерку лучших учителей, это безусловно говорит о том, что система подготовки к конкурсу, ну и вообще система методической подготовки учителей поставлена на очень высоком уровне. Но останавливаться на достигнутом, как известно, нельзя». «Чтобы где-то добиться результата высокого, для созданной базы, школы, опыта, очень сложно добиться. Очень сложно. Нужен он талантливый человек, и нужна, естественно, составляющая на школу». Об уровне самарского образования говорит и то, что семь учебных заведений региона попали в престижный рейтинг лучших школ России. Отбор серьезный. Школа должна давать качественное образование и развивать таланты своих учеников. В ТОП-500 вошел и Самарский лицей авиационного профиля. Его выпускники учатся в лучших вузах страны. Точной науке это интересно, открыла для себя и гуманитарий Валерия Макарова. Эту машину собрали десятиклассники. В лице авиационного профиля кружок робототехники появился недавно, но сразу полюбился. «Вот это одно из соревнований. Там есть такой элемент – горка. Надо взять кубик, находящийся вот в этом районе, затащить его на горку нужного цвета и положить в данное отверстие». По последнему слову техники оборудована не только медиатека, но и учебные классы. Есть проекторы, компьютеры. В экспериментальных лабораториях полный комплект приборов. Школьники признаются – учиться здесь интересно. «На самом деле учителя мне дали все. Все, что у меня есть, это мне дали учителя. Атмосфера такая дружелюбная, рабочая. Никто насильно не принуждает. Идешь своим путем. Здесь такой подход, что учителя не чая в тебе души, вкладывая в тебя все, что только можно». «Просто, если замечаешь за ребенком, какие-то особенности, да, то есть они разные совершенно могут быть. Кто-то в глубину копает и думает, и вот почемучка такая. Вот. Кто-то принес из дома какую-то самоделку и что-то показал». Лицей уже не первый год входит в топ-500 лучших школ России. При составлении этого рейтинга учитываются баллы учеников на госэкзамене в девятом классе и результаты Всероссийской олимпиады. «В этом году мы первое место в Самарской области заняли по количеству призеров и победителей. На заключительном этапе мы привезли оттуда шесть наград. Ну, участвовало пять человек. Один, мальчик Соколов Максим, он занял первое место и по физике, и по астрономии». Учеба-учеба, иной о спорте здесь не забывают. В коридорах столы для армрестлинга, чтобы на переменах мериться не только силы ума. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Пока одним знания помогают стать лучшими в стране, другим еще только предстоит сесть за парту. В Доме культуры Литвинова для детей из социальных приютов провели интерактивный праздник знаний. Чтобы школьная неизвестность, в которую предстоит вскоре шагнуть ребятам, не пугала, а наоборот вдохновляла. Алина Чемерис узнала, удалась ли задумка. Где еще можно закидать ватными снежками королеву азбуку и ее помощников, как не на празднике? На этом спектакле ребята не зрители, участники. Первоклашки и те, кому только предстоит пойти в школу, ловко отгадывают буквы и составляют слова. Шестилетний Дима Егоров за партой еще не сидел, но уже твердо уверен, будет летчиком. Летчик должен быть смелым и ответственным, потому что ведет самолет, а самолет такой тяжелый. Первоклассница Света Зацепина к учебе относится со всей серьезностью. Без этого, говорит, не получится воплотить мечту и стать стоматологом. Я буду умный врач. Чтобы быть умным, нужно учиться в школе. Интерактивный праздник знаний для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в ДК Литвинова проводят впервые. В зале почти полсотни воспитанников детских приютов. Им хочется узнавать что-то новое, а то исключается познавательный момент. Поэтому они больше начинают задавать вопросов и, естественно, всю информацию воспринимают хорошо. Первые классы или в школу – новый этап для ребенка, очень такой важный. И необходимо, чтобы ребенок не испугался нового развития в своей жизни, а чтобы понимал, что это прекрасно, что это в такой игровой форме, что это увлекательно, что это интересно, чтобы он к этому стремился. В ДК Литвинова планируют сделать такие праздники традиционными. Возможно, в дальнейшем интерактивные спектакли покажут и детям со всей Самарской области. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. А сейчас коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. С 15 октября будет ограничено движение на участке Ракитовского кольца, а именно закрыты две полосы движения протяженностью порядка 300 метров. Это связано с начавшейся реконструкцией Московского шоссе. Рабочие начнут строительство путепровода тоннельного типа. В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти рабочего во время взрыва на заводе ОАО «Агрегат». ЧП случилось при проведении проверки на герметичность металлического баллона. 65-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Другой сотрудник завода госпитализирован. Управление Роспотребнадзора не рекомендует гражданам приобретать путевки фирмей «Казагрод Торг». На эту контору в ведомстве стали поступать многочисленные жалобы. По мнению надзорного органа, в действиях фирмы могут содержаться признаки мошенничества. Всем потребителям, чьи права нарушены, рекомендовано обращаться в правоохранительные органы. Генпрокуратура Российской Федерации внесла представление в Агентство страхования вкладов о досудебной выплате оставшимся вкладчикам «Волгокредитбанка». Это касается 57 человек. Напомним, в начале 2015 года от мошеннических действий в банке «Волгокредит» пострадало более 3000 жителей Самарской области. 15 октября заместитель прокурора Самарской межрегиональной природоохранительной прокуратуры Максим Головин и представители администрации проведут прием граждан Куйбышевского района Самары. Начало встречи запланировано на 10 часов. Комбэк в 90-е не получился. Эти кадры, снятые оперативниками в Безинчуке, напоминают фильмы про лихие годы рэкета и бандитских разборок. На них полицейские задерживают двоих мужчин, подозреваемых в разбое. В полицию обратился предприниматель, рассказавший, что двое неизвестных требуют у него деньги, взамен предлагая покровительство бизнесу. Злоумышленников задержали в тот момент, когда те, угрожая коммерсанту ножом, пытались забрать у него 30 тысяч рублей. Оперативники говорят, эти двое уже дважды приступали закон, были судимы за избиение человека и торговлю оружием. Теперь их снова ждет тюремный срок. Аномальные холода в Самаре отступили, погода налаживается, но вот другая сезонная напасть. Жители стали чаще простывать. Только за неделю в области зафиксировали более 9,5 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции, проще говоря ОРВИ. Большая часть заболевших самарцы, сообщает управление Роспотребнадзора. Пока эпидемический порог не превышен и в ведомстве не зарегистрированы случаи заболевания гриппом. Но это не повод расслабляться. Пик заболеваемости впереди, прогнозируют специалисты, а значит самое время провести вакцинацию. Прививочная кампания в области сейчас в самом разгаре. Против гриппа в регионе уже привили почти 300 тысяч человек, что составляет четверть плана. Сколько мяса в колбасе? Достаточно ли в молоке жира и белка? На эти и другие вопросы могут ответить сотрудники центров стандартизации. 14 октября они отмечают свой профессиональный праздник, который был учрежден почти полвека назад. За это время во всем мире появились исследовательские центры. У нас в регионе он тоже есть. Что проверяют на соответствие ГОСТу самарские специалисты, выяснила Лариса Шлафаст. От медицинских тонометров до весов в супермаркете. Жизнь современного человека строится по стандартам. В Самарском центре стандартизации, метрологии и испытаний ежегодно проверяют тысячи приборов. Вот специалисты исследуют газовый счетчик. Чтобы понять, насколько он качественный, достаточно внести в компьютер основные данные. Продукты питания проверяют в отдельной лаборатории. Здесь ищут ГМО, токсичные элементы и консерванты. Сверхточные приборы не только распознают вредные вещества, но и позволяют понять, не сэкономил ли производитель на качестве продукта. Специалисты лаборатории говорят, нередко в продуктах встречается фальсификат. Особенно этим грешат производители молочной продукции. При помощи этих аппаратов можно легко определить, соответствует ли количество жира и белка техническому регламенту. После точного исследования лаборатория выдает протокол испытания. И если образцы не соответствуют стандарту, на прилавки этот продукт не попадает. Мы информируем органы по сертификации, которые направляли на испытание такую продукцию. И они имеют полное право или отозвать сертификат и декларацию на какое-то время, или полностью запретить использование этого сертификата. Если бы не было такой организации, то было бы невозможно обеспечить достоверность измерения. То есть, когда человек, допустим, покупает что-то, ему интересно, чтобы он, если бы купил килограмм сахара, да, должен быть килограмм сахара, а не полкило. Ежегодно в Самарском центре стандартизации проводят больше 200 тысяч измерений. Среди подобных учреждений он считается лучшим в Приволжском федеральном округе. Лариса Шалафаст, Григорий Пельшаков, События. МЧС России отмечает 83-й день рождения. В октябре 1932 года в СССР была организована гражданская оборона, а именно противовоздушная. Сейчас спасатели выполняют разную работу, начиная от спасения жизни после автокатастроф до чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Для Виктора Полудинского огнетушитель, как авторучка для школьника. За годы службы спасателям прошел в прямом смысле слова огонь и воду. Порой сам удивляется, как удалось выжить. Однажды, вспоминает, тушили частные гаражи. Когда открыли ворота, в одном из боксов оказались кислородные баллоны. Взрывы раздались через пару секунд после того, как спасатели оказались в укрытии. Мы вообще есть такие не вспоминаем никогда. Случилось, да, пережили все, дальше живем. Потому что, если все это помнить, ну просто, ну зачем это нужно? Такая эмоциональная нагрузка. Первые спасатели появились еще в Советском Союзе. Только тогда их называли сотрудниками гражданской обороны. Но суть службы, которая и опасна, и трудна, не поменялась. В 90-е годы, когда при исполнении служебного долга погиб наш сотрудник, вот, ну, не на нашем охраняемом предприятии, по ликвидации пожара на элеваторе, если не память, в районе города Чапаевска. Он удостоен высокого вызывания, награжден посмертно орденом Красной Звезды. В октябре спасатели отмечают 68-й день рождения спецподразделений по охране стратегически важных объектов. В Самарской области таких четыре. В поселке Винтай, Управленческий, Волжский утес и завод Прогресс. Всем спасателям сегодня на параде в поселке Управленческий вручили отличительный знак. Сотрудник специальной пожарной охраны. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Основное оружие в борьбе со снегом – фронтальный погрузчик. Управляющая компания ЖКС показала автопарк спецтехники, готовый к работе зимой. Готов к снегу и наледи. Почти 10 новеньких тракторов-погрузчиков пополнили парк спецтехники управляющей компанией ЖКС. Работал на стареньком тракторе, получил новый. Ну, сейчас получше стало. Он быстро бегает и чистится удобно на нем. Расширение материально-технической базы – одно из приоритетных направлений компании ЖКС. Закупка техники ведется постоянно. Всего в парке компании больше ста разных машин. Бороться со снегом грядущей зимой выйдут больше 20 тракторов и погрузчиков. Вы все живете в нашем городе, вы все живете в домах, но внутри квартальных проездах видите, что творится, какое скопление машин, какое скопление техники. И всем необходимо утром выехать на работу, своевременно доехать до работы. Поэтому наша задача поставлена именно в том, чтобы освободить дороги, сделать проезды свободными. К зимней уборке во дворах готовы подъемники для очистки крыш, дробилки для елок, бригады кровельщиков и, конечно, дворники. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Великий православный праздник отмечается сегодня. Покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. В 10 веке Божья Матерь явилась людям и до сих пор миллионы христиан верят, что их защищает ее белоснежное покрывало. В Покровском соборе на богослужение пришли сотни прихожан. К ним присоединилась и Мариана Мирная. Сотни самарских прихожан с самого утра в Покровском соборе. Великий праздник православных Покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии празднуется 14 октября. Это главный праздник христианской веры. В 9 веке в Константинополе в храме было явление Покров Пресвятой Богородицы, чтобы она нам помогала любить, хорошо относиться к людям. Дивное явление Богородицы ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они победили сарацинов. Традиция отмечать этот праздник в Греции не прижилась, а вот на нашей земле он занимает одно из самых почетных мест. На Руси была примета, что чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. Снега сегодня пока не наблюдается, но кто знает, какие сюрпризы может преподнести погода и высшие силы. На Руси свадьбы начинались именно с Покрова дня, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. Конечно, хотела попросить Богородицу, о том, чтобы была вообще крепкая семья, все было хорошо, чтобы были дети здоровые, красивые. Самое главное. Мариана Мирная, Станислав Левин, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самары ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...